Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы расскажем про кресло, которое приобрели для нашего малыша Данюша. И могу сразу сказать, что выбор кресла на текущий момент, эта задача просто практически невыполнима, но мы, как видите, с этим справились. Для тех, кто задумывается о безопасности и комфортности своего регионка, нас действительно об этом задумывается, производители подготовили нам такой широкий выбор. Количество производителей, материалы, из которых изготовлено, по безопасности различные сертификации и тесты, это просто голова может добавить. Мы об этом всем позаботились и остановили свой выбор на американском производителе EVEN 4. И сейчас постараюсь вам рассказать все плюсы и минусы, которые мы увидели в этом кресле и стали определяющим характером для нашего выбора. Первостепенно мы определились с бюджетом. Но сразу оговорюсь, что в дальнейшем его, как и по всем покупкам нашим, пришлось значительно расширить. Потому что без этого никак. И объясняю, почему выбор именно этого производителя. Потому что производятся эти кресла в Америке. Это американская компания. Немного, несколько слов вам скажу про эту компанию. Штаб-квартира находится в Огайо. Уже компания существует более 100 лет и производит все для облегчения жизни родителей. Данный производитель производит не только автокресла, но коляски, стульчики и другие приспособления для детей. Когда начали изучать информацию об этом производителе, и нас также направил Google на другие ресурсы, иностранные форумы, сайты. И стали изучать и увидели, что данный производитель пользуется популярностью очень широкой в Северной Америке и Канаде. Для выбора автокресла мы руководствовались несколькими критериями. Первый, это, конечно же, безопасность. Кресло просто обязано было пройти сертификации, получить этот сертификат. Необходимые должны были быть краш-тесты, которые у этого кресла присутствуют в полном объеме. Второе, это, конечно же, возраст. Мы хотели наиболее универсальное кресло, которое позволит нам возить нашу маленькую удалюшу, которому исполнилось 5 месяцев. Ну, то есть, это кресло от нуля, значит, соответственно. И как можно дольше проработало на нас, на водителе. А в этом кресле это также учитывается. Немного дальше расскажу почему. И третий момент, это комфорт. Для нас это очень важный также критерий, потому что мы часто едем на дальние расстояния. И хотелось бы, чтобы нашим маленьким удалюшим было наиболее комфортно проводить в этом кресле свое время. Когда мы определились с производителем, и именно в этом производителе совпали все наши основные критерии, мы начали углубляться в модельный ряд. Но, честно скажу вам, ребят, модельный ряд достаточно широкий. Там производитель заявляет несколько моделей, много цветов, много разных вариантов обивок, которые также отличаются по ткани. Даже в одном модельном ряду разная ткань означает совершенно разное. И уже в магазине мы смогли определиться, какую модель, какого цвета мы хотим приобрести. В этом, кстати, помог нам консультант, которому огромное спасибо. Он рассказал все более детально и подробно. И, наконец, мы остановили свой выбор на модели Evans Lord Symfony E3 DLX Platinum серии. Я, наконец, так и это сказал. И сейчас я расскажу, почему именно это кресло мы выбрали. Смотрите, здесь в основании кресла лежит стальная конструкция, стальной каркас. А стальной каркас считается очень безопасным у автомобильных кресла. Далее, еще один критерий, который немаловажен в этом кресле, это то, что можно использовать от нуля лет и до 12, как заявляет производитель, до 50 килограмм. Что для нас тоже актуально, потому что мы хотели универсальное кресло, которое послужило бы нам достаточно долго. В этом кресле также имеются автоматические крепления по типу Isofix. Но американцы, как всегда, придумали очень интересную фишку. Сейчас покажу, какую. Здесь ременной Isofix, который называется Suer Ledge. И он выглядит так. Это сейчас он висит. И получается, если мы кресло крепим, вот этот ремень оттягивается, прикрепляется на железку к основанию Isofix в машине. И при давлении он автоматически подтягивается и зажимается. Мы обязательно покажем, как это происходит в нашем автомобиле. Но это очень классная вещь и очень автоматически она это делает, что нам так же приглянулось и понравилось. Еще в этом кресле терморегулирующий материал, который так хотелось получить Аня. Этот материал производитель говорит о том, что неважно, жарко или холодно, материал будет обеспечивать правильную температуру. То есть холод, он достаточно морозоустойчив, в жару ребенок не потеет. Ребята, на самом деле на форуме, изучая вопрос, люди писали и отзывы были, что ребенок практически вообще не потеет. Потому что в той рыбке, которая существует у нас сейчас, это просто рыбка для новорожденных. Данюшу доставали оттуда просто всего мокрого во время путешествия. Производитель заявляет о том, что ребенок получит совершенно безопасную поездку и нега комфортно. А как вы все знаете, и мы тоже, что американцы просто заморочены на комфорте, поэтому этому можно доверять. Кресло прошло все необходимые краш-тесты и получило все необходимые сертификации по американским стандартам. И также здесь есть лого о том, что свидетельствует, что кресло проходило краш-тест на переворот в машине. Пожалуй, это кресло самое большое в классе, которое мы видели в магазине и на сайтах при сравнении. Также мы прочитали информацию, и консультант озвучивал о том, что кресло не для всех автомобилей, но мы видели, что даже в Хонгхендец смогли запихнуть это кресло. Просто оно сжигает очень много места на заднем ряду, и те, кто хочет посадить еще двух пассажиров, как правило, не могут этого сделать. И плюс оно съедает место, когда вы ставите его задней стороной по движению, и получается оно очень громоздко, и зачастую не хватает регулировок переднего сидения, чтобы отрегулировать нужный наклон. Далее, о чем хотелось бы сказать, что здесь есть пятиточечные линии безопасности, которые можно очень легко регулировать. Сейчас я просто сниму эту подружку, чтобы было наглядно понятно. Посмотрите, как легко их регулировать. Просто щелчки вверх-вниз. На самом деле, мы сравнивали с европейскими производителями эти ремни, и ни один европейский производитель не предлагает такой регулировки. Везде нужно вытаскивать ремень, просовывать обратно, и это делает выше его или ниже. А знаете, почему европейский производитель не предлагает? Потому что американцы, придумав эту технологию, ее запретентовали. Ни в одном европейском кресле, даже в самом крутом, вы не увидите такое количество регулировок. И так, с легкостью, которую можно производить. Еще немного подробнее о ремнях. Здесь также есть такая фишка классная. Каждый ремень можно отстегивать и застегивать отдельно, что на самом деле очень удобно. Потому что у нас коляска европейского производителя. И когда мы сажаем Данюшу, и он вот так вот делает руками и ногами, а эти крепления нужно совместить сначала. И все так производители европейские. Сначала нужно совместить, сделать здесь движение, и потом только вот в этот заходить замок. А здесь можно отдельно и быстро это сделать, когда ребенок неспокойный. На самом деле, нам это тоже очень понравилось. Также есть система крепления внутренних ремней. Тоже это достаточно интересный механизм, который позволяет удерживать голову ребенка вот здесь. И защищает его во время также столкновения, что подтверждается краш-тестами. Еще добавлю то, что ремни внутренние очень длинные. И это отмечается также на форумах. Смотрите, насколько у них диапазон регулировок. Они просто гигантские. То есть здесь может сидеть очень крупный человек, человечек, который достигает до 30 кг, заявляет производитель. Посмотрите, если взглянуть на внутренние ремни, они очень напоминают автомобильные. Они чуть-чуть, только уже. А на самом деле они сразу прям вот мне напомнят автомобильные ремни. И очень удобно. Посмотрите, посадил ребенка, здесь засигнул этот механизм и быстро его привел в действие. А вот эта уже регулировка регулируется на уровне подмышек у ребенка, как мы прочитали. Так как производитель заявляет, что это автокресло с нуля лет, естественно, здесь есть регулировки наклона спинки. Сейчас я вам покажу, как. Для самых маленьких, вот здесь находится рычаг, очень удобно регулировать. Его тянешь от себя, и кресло спускается в максимальное положение. Это единица, и здесь две стрелочки должно совпасть. Далее, по мере роста ребенка, нужно изменять положение. Ставить двойку, и не тройку. Естественно, наш ребеночек будет ездить в самом низком положении, но также хотелось бы кое-что уточнить. Единственное, то, о чем не говорит ни консультант, ни форум, но говорят они об одном всегда, что якобы здесь не с нуля можно катать, ну, потому что не получается полулежащее положение. А на самом деле, если почитать подробно американскую и русскую инструкцию, в которых обозначено это, то здесь площадка получается, она очень ровная и жесткая. И чтобы увеличить угол наклона, производитель допускает подложение сюда валика, свернутого полотенца, или какого-либо материала, чтобы увеличить наклон этой спинки. И это нормально, и это по инструкции. Вот это мы увидели только в инструкции. Когда ребенок подрастает, мы кресло разворачиваем по направлению движения автомобиля, и вот эти прекрасные крепления, их можно перетащить в другую сторону, чтобы внутри, и чтобы закрепить их так же назад. Но, ребят, хотел вам сказать, что не обязательно использовать изофиксы. Здесь производитель также оставляет возможность скрепления стандартным ремнем. Кресло продолжает расти вместе с ребенком, и вот этот подголовник так же регулируется. Для этого нужно просто и легко. Здесь сзади защелка находится, пластиковая, которая позволяет отрегулировать положение подголовника на максимальную высоту. И когда уже ребенок достиг определенного возраста, здесь вкладыш так же мы его принимаем, максимально делаем ремни вверх. И посмотрите, действительно, какого взрослого ребенка сюда можно посадить. Но производитель идет еще дальше. Когда ребенок вырастает из этих ремней, ведь, как я говорил, что заиграется до 50 кг, вряд ли уже этими ремнями можно пристегивать там в 40 кг, даже в 45 кг, эти все ремни, когда снимается обшивка, убираются внутрь, здесь тоже убирается внутрь, переворачивается. И ребенка пристегиваешь стандартным ремнем от машины. Честно говоря, это автокресло, не поворачивается, и это назвать автокресло. По-моему, это какой-то трон. Смотрите, насколько мягко сделана здесь ткань и подушка. Мы уверены, что ребенку будет комфортно. Прочитали много тоже отзывов и статей на эту тему. И все отмечают, именно у этого кресла, именно у этого производителя максимальное комфортное состояние для ребенка, который выдерживает длительное расстояние. И мы этому очень рады. И это нас тоже очень подкупило. Производитель оказался настолько крутым, что испытывает не только автокресло в троштекстах, но и ткань. У них есть собственная лаборатория по тканям, в которых они проверяют ткань на износа стойкости. И заявляет производитель, что данный чехол выдержит до 500 стирок. Но если применить простую математику, грубо говоря, если стирать один раз в неделю, ну, что вряд ли кто-то делает, честно говоря, то 9 лет прослужит данная ткань. И, кстати, очень удобно сделано ее, как ее снять. А сейчас вам покажу. Ребята, посмотрите, как легко ее снять. Эту обивку оказалось. Вот такие крючки пластиковые, на защелках просто. И вот здесь по всему периметру эти крючочки. И вот так ее по всем крючкам снимаешь, и это очень быстро. После того, как переставили кресло вперед по движению автомобиля, также можно зафиксировать его якорем дополнительным креплением. И кто захочет пристегнуть якорем, посмотрите, насколько он длинный, потому что, насколько мне известно, якорь, вот это крепление якоря располагается в разных частях автомобиля. у кого-то за спинкой, прям сразу, у кого-то чуть дальше. И будет возможность прикрепить якорем дополнительно. И очень интересным фактором для нашего последнего, финального выбора стало то, что когда мы посадили Данюшу в это кресло, там есть такая возможность в магазине, мы его в блоге в своем показывали, Данюша просто был сейчас, он заулыбался. Мы не успели снять этот момент, но для нас это стало финальным фактором, что он заулыбался. И посмотрите еще, ну, мы обратили внимание, что здесь есть небольшие подстаканники, они на самом деле не глубокие, но что-то, бутылочку воды маленькую или стаканчик сока всегда можно поставить, что в данном путешествии тоже пригодится. Мы обязательно покажем, как будем его устанавливать в свой автомобиль, как будем туда сажать Данюшу и как поедем все вместе куда-нибудь. Ребята, обратите внимание, вот Данюша, она сидит в кресле для новорожденных. Она от нуля до шести месяцев или 13 килограмм. Он тут очень-очень тесно ему. Сейчас мы посмотрим. Ну, в принципе, должно быть как сокращенный объем, но нам кажется, что он здесь уже вот так сидит. Сейчас мы поставим новое кресло и посмотрим, как это все вместе с вами. Ребят, смотрите, то, о чем говорил. Здесь пластиковая платформа, здесь у нас была подстилка специальная, которая используется и здесь, чтобы не портить салон. И опять же, то, о чем говорил, что не говорят консультанты, не говорит ни одно видео, можно подстелить валик, чтобы сделать больше наклон для малыша. В данном случае мы используем ковер для йоги. Он у нас валялся в машине давно уже и специально дополнительно защита, чтобы не портить кожный салон. Американцы ставят прям так на кожу. Мы смотрели видосики, но мы думаем позащитить немного. А скрутить можно здесь полотенце, любой предмет такой, который позволяет увеличить вот этот угол, чтобы ребенок был в лежачем положении, в таком полулежачем. Ребята, на самом деле, из-за того, что нам нужно больше наклон для того, чтобы Данюша был в полулежачем состоянии, изофикс нам не подошел, потому что эта платформа не дает защипить изофиксом, он уже. Мы продели обычный ремень и пока Данюша будет вот в таком полулежачем состоянии, он, кстати, уже засыпает, смотрите. Будем ездить на обычно прикрепленном ремне, хорошо, что производитель предусмотрел и так, и так. Зафиксы вот оболтаются вот здесь, когда Данюша уже будет больше сидеть, более в сидящее положение, мы поставим его ровно, это кресло, и закрепим на изофиксы. Ну и, соответственно, обратной стороной. Обычный ремень продевается здесь и полностью затягивает и запираем вот этим креслом, чтобы окончательно зафиксировать. Все, Данюша балдеет. Данюш, ты как? Поехали? Ты куда, в Анапу поедешь? Ну все, давай, пока. Вот такой у нас получился обзор, мы вам показали, рассказали плюсы-минусы кресла Zenflo Symfony E3 DLX Platinum Series. Кому понравился, подпишитесь обязательно на канал, поставьте лайк, напишите комментарий и не забудьте посмотреть следующий недостаток. Всем пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok